приветствую вас ну что же давайте разберем ваш вопрос 31 год в браке полтора месяца на завтра два ребенка пишите вы какое значение для вас имеет возраст ну наверное вы не просто так его указали что вам 31 год какое значение для вас имеет брак это тоже я думаю что не просто так вы написали что вы в браке какое-то для вас имеет значение и в целом какое-то значение восприятия брака хотелось бы от вас услышать восприятие мужа себя с ним его с собой вот а общее между вами если есть так перед беременностью мне все кому не откликают каждой поездки к родителям заканчивалась над отцами отца у внуков то есть по сути вам давили на ненормальность получается да ну вот как вы это описываете да вот ванбар вилли на то что я могу увидеть и вещество вот ванбар вилли на проспу вы не нормально вот ванбар вилли на то что ну что стоит у меня не так ванбар вилли на то что какая-то вы не такая будете если не родите ребенка вот ну то есть по сути как то вот общественное мнение да ванбар оказывал влияние здесь наверное есть неверность страх быть плохой страх одиночества возможно тоже когда я забеременела никакой радости кроме удивления не испытала мне вообще кажется я просто хотел указать всем так как в течение нескольких лет я не беременел несмотря на отсутствие используемых средств защиты получается значит хотел угодить всем это очень интересно задумывались ли вы о том из какого чувства вы сами стараетесь или старались или стараетесь в зиму годит ну просто вот задумывались ли вы на эту тему думали ли вы на эту тему мне интересно потому что представляете какой ценой вы получается угождаете людям мнение которых вы для себя сделали настолько значимым вот из какого чувства вы стараетесь угодить вы пишете что доказать себе что не бесплодно а это про это про что это про 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 полноценность то есть эта история про про то что вы сомневались или ну или может быть сомневаетесь в своей полноценности то есть то что вот могло бы ну то что могло бы вас сделать полноценно это ребенок я так я так понимаю а вот опять же вопрос у меня к вам так всегда ну так всегда было всегда было что вы сомневались в своей полноценности и так далее так было что вы постарались это доказать кому-то в том числе вроде как как себе на самом деле это довольно ну довольно печально что вы сомневались в своей полноценности что вы думаете про то что доказывает что-то себе потому что речь идет на самом деле не о том не о том что вы доказываете что-то себе доказывать ничего не надо как правило вот если ну если ну если вы кому-то что-то доказываете вот то вы доказываете только кому-то кому-то только не себе вот что есть ну то есть вот это нужно как 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 мне кажется мне понимать по по возможностям вот то есть вы вы пытаетесь доказывать кому-то что-то что вы что пытаетесь доказывать что такого страшного например в том что вы ну допустим были бы были бы бесплотны то есть ну вот бесплотны вы что такого страшного для вас ну забегая чуть вперед мне хочется наверное сказать о том что ваше восприятие ребенка такое восприятие ребенка связано с тем что в общем то вы не хотели это вы ну ждали какой-то похвалы одобрения вот ну а не получили этого вот и в общем то сами столкнулись с тем что это оказалось действительно непросто есть то есть ну вот тут такой момент когда человек ну становится родителем ну скажем так используя вот используя вот как-то это состояние то есть используя вот ну возможность стать родителем чтобы чтобы что-то доказать вот то естественно ребенок он отходит на второй план это понятно да логично логично ну вот в данном случае и на мой взгляд на это вам нужно обратить свое внимание за что я пытался достичь достичь чего я хотел чего я хотела достичь вот почему мне например так ну так важно было доказать что я бесплодное что я не бесплодное и так далее так далее как я реагировала на значит на 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 то что он мне их читал вот то есть как я как я к этому относился потому что он их читал вот это очень очень важный момент то как то вы реагировали на его слова на его позицию дальше 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 значит рассказал мужу тот обрадовался сказал расчет а я убил из истерики что мне рано никакого это не мое значит рассказали вы мужу с какой целью рассказали мужу что то есть вот буквально 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 для чего буквально буквально зачем то есть понятно что обе страны нужны но то есть вы пожалуйста ну постарайтесь максимально максимально адекватно отнестись к моим к моим вопросам вот потому что они ну они могут они могут казаться глупыми вопросы но тем не менее это очень очень серьезно когда вы рассказывали своему мужу про беременность вот а чего вы хотели на что на что вы рассчитывали вот а чего вы ожидали что вы говорите что вы не готовы и вот опять же ваша реакция у вас некоторое вопросом там спа ну в этом смысле это это будет страх то есть вы боялись откуда эфирик это и что она вырастает о а Ну ваше, я имею ввиду. На что только и слышало, что гормоны родишь, так и просто моя беременность, родишь полюбишь, так и просто моя беременность с примерным успехом, вот принятие ситуации, легкое значение. Значит, смотрите, вы получали ответ. На что только и слышало, это гормоны, родишь полюбишь. Скажите, вы ждали чего-то другого, вы хотели, чтобы вам, когда по-другому отвечали, вы хотели, чтобы вам иначе отвечали, вы хотели какую-то, ну, другую реакцию, там у себя. Есть ощущение такое, что вы очень обижены на тех, кто вам договорил. Вы имеете право обижаться, как бы речь идёт немножко не о том, речь идёт не о том, имеете ли вы право обижаться или нет. Немножко другой момент, я просто говорю о том, что чего вы ожидали. То есть такое ощущение, что вы ожидали поддержки. Вот такое ощущение, что вы ожидали, что вас услышат. То есть на себя вы как-то не опираетесь. Бастор Родов, мы из работы мужа уехали в соседние отродутые города, где у меня никого нет, с кем-то дружить я не хочу, я одиночка не люблю новые знакомства. Тут немножко, значит, немножко тут спампена у вас, то есть не спампена, а смешено получилось, поэтому давайте разбираться. Бастор Родов, мы из работы мужа уехали в соседний город с родителями. Опять же, не ясно, то есть вы как-то, ну, насколько это было вашим решением, что вы уехали? Ну, дальше, вы говорите, в городах, где у меня нет никого, на другом городе у вас кто-то был, но вы не любите новые знакомства, вы одиночка. То есть вот тут вот полнейшая неопределенность, поэтому давайте я вас, наверное, спрошу, так, решение. Переехать в другой город было вами, принято лично, лично вами. С опорой на что? Или на кого? Вот. Считаете ли вы, что то, что вы одиночка и не любите новые знакомства? Проблемы? Что можно исправить? Первый месяц. Первый месяц я одержал вас, а в последнее время меня никто накрывает волной отчаяния. То есть вы терпели, как часто вы терпите? Для чего, зачем вы терпите? Меня накрывает волной отчаяние, долго не могу заплакать, потом меня открывает, я рву по вечерам дождь. Интересно, что вы не плачете своему мужу об этом, то есть вы не переживаете это с ним. Это было логично. Нет, вы кричите на него, ругаете, но вы не плачете почему-то. Это всё. Отсытствует доверие? Ну, между вами. Или что-то другое. Как это получается? Вот. Не готова быть матерью, не готова всё время отдавать кому-то, не хочу этого просто от того, что я не могу жить как прежде. Устаю морально от постоянного нахождения с ребенком. Хоть понимаю, что так будет не всегда. Ну, опять же, здесь вопрос, пожалуй, какого-то отношения к себе, к своему комфорту, наверное. Дело в том, что не только вам на самом деле не хочется проводить просто время с ребенком и не только вам тяжело. вот. То есть на самом деле есть такие родители, которые вот, ну, не могут, не могут. Ну, есть как бы специальные люди, есть специальные люди, которые помогают это делать и тем самым разгручают вас. Вот. А в чем трудность здесь? Я могу предположить, что речь идет о финансах, но финансовая сторона вами не затягивается, поэтому пока я ее не беру в за счет. Вот. Просто привлечь к взаимодействию между вами и ребенком. В общем, кого-то еще, потому что вам тяжело, судя по тому, что вы описываете, это довольно серьезная смена образа жизни вашего, несмотря на то, что вы одиночка. Как-то вот опять же, есть здесь такое чувство, что вы вот сделали такую великую жертву, да? Или пошли на великую жертву, а ничего не получилось. Вот. Ничего не получилось. Этого. Так. Дальше. Я не знаю, что с ней делать, мне дожили не знать, читать литераторное воспитание, стараюсь побыстрее уложить ее в спад, лишь бы не развлекаться. Ну, для вас она символ не свободы. Я думаю, что это не случайно для вас она символ такой не выбора, потому что, ну, потому что это не ваше желание. Не ваше желание, а, ну, стать матрой. Как, ну, как мне показалось. И его и напоминает, вам напоминает. Вот. К сожалению, большому. Вот. Как, ну, как мне кажется, по крайней мере. Вот. Такая. Такая тоже. Ну. Опять же, вам нужно возвращаться сюда-сюда. Ага, вот. Ну. Вот. Вот. Ну, как мне показаться? Нам нужно возвращаться сюда-сюда. Вот. Вот. для этого вот нужна психотерапевтическая работа. Вот. В общем-то, ну, в общем-то, вот так. Дальше, значит, так, боюсь, что не смогу считать. За меня она будет оставаться на развитии. Боюсь ее слез, когда она на сколок бьется в истерике, мне хочется заткнуть уши и избежать вас. Есть чувство вины, выстретите. Так, транс формируется. Ваша злость и обида. Моя обида. Постоянно внедраться боевое. Постоянно срывая слонусь. А рунь у него без повода не подбирая слов. Бежу обиду. Боли в его глазах от моих слов. От этого еще. Поганя. Ненавижу себя за это. Плачу, обещаю себе больше так на насыщих него. Ведь он делает все для нас. Снова же рунь у него срываясь. Ну, потому что обещание ни к чему не приводит. Вот. И плюс-плюс вы не переживаете с ним то, что вас волнует. Также здесь я бы заметил, что вы называете себя нас. То есть вы себя с дочерью воспринимаете как единое целое. Это очень большая проблема. В ваших случаях. Страшно. Страшно остаться такого навсегда. Примерно быть такой. Страшно потерять любимого человека и человека из-за этого. Ну, в общем-то, у вас тут масса страхов. Поэтому тут нужно, конечно, разбираться со всем этим. Работать с этими страхами. Проживать их и так далее. Да, мужчины могут сказать, что все и бодрой воспитывают. Они ничего могут. Они могут, я сломал. Вот. То есть вы пишете, что они могут, я сломал. То есть вы себя сравниваете с этими людьми. Требует от себя большего. То есть по сути вы требуете от себя быть идеальным отрывом. Вот. Смотрю на всеми детьми. Они счастливы и рады. У нас один негатив. Знакомые с ребенком такого же возраста всегда спокойно. Они приходят, справляются. Я какая-то не такая. Проблема здесь не в том, кто как справляет в том, чтобы быстро сравнивать себя с другими. Требуете от себя чего-то. Как выбраться из чего-то, из этой депрессии? Ну, если у вас депрессия, я вам к врачу. Вот. А как выбраться из всего этого? Это из чего выбраться? Из чего вы хотите выбираться? Мне показалось, что вы больше хотите убежать от своих чувств, своих эмоций. Мне показалось, что вы больше хотите перестать это все чувствовать. Перестать чувствовать... Ну, отчаяние. Перестать чувствовать обиду. Обиду. Перестать чувствовать напряжение. Перестать чувствовать... Ну, по сути, все то, что чувствовать. А вот, то есть, по сути, по сути, вы хотите перестать со всеми с собой. То есть, вы... И до этого... Не сказать особо, чтобы были с собой... Ну, очевидно, наверное, там, что... Там, что... Вот, вот, на пассы там родители, значит, сюда щипяли и так далее. То есть, ну, очевидно, что вы, вот, самим собой не являли. Вот, ну, так вы хотите, значит, совсем от этого уйти. Вот, вы хотите совсем от этого отправиться. Получается, получается. Вот, вы хотите, значит, ну, чтобы совсем себя потерять. Вот, ну, если... Если это то, чего вы хотите, то боюсь, что... Вот, конкретно... Ну, конкретно... В этом... Конкретно в этом... Вам... Мы не поможем. Конкретно в этом психологи помогать вам не будут. По крайней мере... По крайней мере, я точно нет. Потому что то, с чем вы сталкиваетесь, это... Ваши чувства, да... Ваши эмоции, это нормально... Хоть и болезненно. Хоть и... Хоть и... Это болезненно и тяжело, но это нормально. Поэтому избавляться от этого... Вам не надо, вот, учиться с этим обращаться. Учиться... Взаимодействовать с этим... Учиться... Угрожать эти чувства, например. Это вот то, что... Вполне можно... Сделать. Вот. Ну, для этого нужно... Пожалуйста... Пожалуйста... Признать... Что вы... Ну, не совсем такая... Какое... Какое вы о себе думали... Какое вы о себе представляли... Вот. Ну, не совсем... Увы... Такая... Что вы... Другая... На самом деле... Вот. Тогда будет, в принципе, проще. Сейчас, понятно, вам очень тяжело, для того, что вы сами... Получается... Не соответствует... Себе же... Поставлен... Себе... Эм... Планк... Вот. Ну иrete... А... Студист... Учит based... Но Вам еще становится больно, но о том, что пламя может быть не совсем адекватной, но вы об этом как-то не думаете. А именно в этом заключается основная ваша проблема. Поэтому необходимо работать комплектно. Самой собой возможно работать с мужем. Корректировать ваши отношения с мужем. Вот, вполне возможно, необходимо это делать тоже. Вот, потому что вы, как мне кажется, чувствуете себя одинокой. И это вам как бы тоже вполне возможно подавляет. Вот, то есть тут, ну, как бы по-другому вряд ли может быть. Вот, это вот, ну, в данном случае это то, что, как мне кажется, нужно, нужно понимать этот момент, нужно понимать этот аспект. Вот, ну, вот, пожалуй, как-то, ну, как-то так. Я думаю, на скидку, на скидку я бы вам, наверное, такой бы дал ответ сначала. Плюс обиды на родителей обиды, если у вас там злость, у вас есть, ну, вот, на окружающих людей, например. Да, то есть, ну, если обиды на родных, как бы, получается, у вас, вот. И, ну, в этом смысле, вот, это тоже требует, требует внимания. Это тоже требует проживания. Ну, и то, что вы, вот, позиционируете себя, как, одиночку, да, то есть говорите, что, вот, не любите новое, ну, новое знакомство, вот. Это, как мне кажется, тоже, ну, вполне может, вполне может быть предмет, предмет для психотерапии. Вот, естественно, если вы в этом заинтересованы. Вот. То есть тут, ну, тот момент вот, ну, такой. Ну, пока что, я не знаю, вы, ну, единственное, да, что вы спрашиваете, это про то, как из этого выбраться, вы спрашиваете. Ну, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, ничего выбраться вам не надо. То есть вам сейчас, эээ, тяжело. Эээ, значит, трудно и так далее. Да. Ну, меня от себя ещё больше. Вот. То есть вы, вы уже, эээ, там, можете натурально заболеть. Вот. Поэтому, эээ, я бы не рекомендовал, вот, эээ, вести себя, вот, эээ, в этом ключе, да, и в этом, ну, в этом направлении. Я, я бы не рекомендовал паров. Вот. Эээ, вот, такой ответ. Эээ, значит, ну, вы молодец, эээ, что, начали об этом говорить. Вы молодец, что решили это обсудить. Эээ, я вам буду благодарен за обратную связь. Эээ, по моему ответу это позволит вам начать, эээ, над собой работу, вот, это позволит вам ээээ, значит, ну, сформулировать. Эээ, базовые, ээээ, постилаты для эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Обращайтесь в помощь вам, она пригодится.